Девушки отдыхают Всем привет еще раз, да, собственно, переходим мы ко второй карте Минески ВГ Юнити Ну и по первой игре хочу сказать, что Минески выглядели все-таки в разы уверенней Несмотря на попытки как-то агрязаться ВГ Юнити, вообще ничего не удалось им сделать Ну и посмотрим, мне кажется, все-таки многое зависит от пика И если ты проигрываешь пик вот таким образом, как проиграли его в прошлой игре ВГ Юнити То вообще мало очень остается шансов на победу Особенно если команды приблизительно равны по уровню А это так и есть в данном случае Смотри, у нас тут небольшое изменение в стадии банов первой, которая Забанили Оракла в Ариус Гейминг Если ты вспомнишь, то в предыдущей игре открывались Бэтрайдер Ораклом Минески решили забрать вместо Оракла, которого забанили, естественно, Джиггернаута Как тебе такое решение? Тут Драксир Баунти Хантер в Ариус Гейминге Ну, во-первых, забанили Оракла в АГ Юнити не только потому, что Бэтрайдер любит забирать у нас Да, Дараксиры забрали в АГ Юнити Как мы все знаем, Оракл способен сбивать щиты Дараксира И если оставить Оракла для игроков противоположной команды То, собственно, Дараксиром можно и не пикать в таком случае Вот, забанили Дараксира в АГ, что было правильно с их стороны Ну, Минески решили себе не изменять Забрали тех же персонажей, что и в предыдущей игре Но с небольшой корректировкой Ну, собственно, из-за вот этого бана Оракла Они решили пораньше забрать Джиггернаута И уже дальше подстроить свой пик под этих двух персонажей Собственно, что Бэтрайдер, что Джиггернаут Персонажи довольно универсальные В том плане, что их можно на разные линии ставить Джиггернауту можно и в мид, и на легкую, и на сложную Триплой можно и даблой на сложную И Бэтрайдер также, и в мид на легкую, на сложную Там в лес пошел, хочешь, ну вообще Куда хочешь, туда идешь, в общем Ну, собственно, баны у нас Вторая фаза банов началась Огромаг в бане от ВГ Юнити Ну, опять же, мы обсуждали в предыдущей игре То, что саппорт очень и очень хороший В этой мете команды его берут часто Отдавать его неприятно Ну, вполне понятный бан ОД забанили Минески Ну, то же самое, наверное Могу сказать про героя очень сильный на стадии лейнинга Да и в мидгейме, и в лейтгейме он может быть очень сильным Очень хорош для команды Своим астралом, опять же, который сейчас максит Кулдаун у него довольно небольшой 10 секунд, кажется Ну, собственно, Тинкером отвечает у нас ВГ Баном Тинкера Видимо, боятся Меракла на Тинкере Хотя мы видели в последней игре Меракл играет на Джаггернауте Видимо, Рейджинг Патета все-таки играет на Тинкере Дело в том, что далеко не факт Потому что мы знаем, что Меракл может играть, естественно, на любой позиции То есть, будь то мид, будь то кэрри-герой И Джаггернаута можно поставить в миде У нас тоже не будем забывать Поэтому мы еще, возможно, не видим даже кэрри-героя команды Минески Банец Ларка Минески четвертым баном Интересно Да, действительно, неплохо сочеталось бы этот герой Плюс он бы стоял неплохо на линии против Бэтрайдера Благодаря Дарк Пакту Сбрасывал бы стаки на Палма Поэтому бан вполне логичный выглядит Да, и как кэрри он сильнее, чем Джаггернаут И опять же, под щитом Дарк Сира Крайне неприятный герой Когда он к тебе в спину заезжает Слотара Под щитом Дарк Сира Начинает пилить твоего Бэтрайдера, к примеру Ну или там, любого саппорт-героя Который появится у команды Минески Убывает его буквально там за пару секунд Уже бежит на следующего Ну, то есть, очень опасный персонаж Для Минески, очень грамотный бан От них, собственно, Варлока у нас забирает ВГ Юнити Довольно-таки хороший герой Опять же, мы видели Бэйби Найта На WESG В финалах в Киеве Который играл на Варлоке И играл на нем довольно успешно Опять же, комбинация Дарк Сир плюс Варлок Довольно сильна, поскольку Вакуум, Голем туда Опять же, стена Дарк Сира Фатал Бонс По пятерым Ну, по энному количеству персонажей Которые попали в этот вакуум Ну, пока герои ВГ Юнити Смотрятся довольно сильно Но, опять же Определенный минус я вижу Уже То, что они будут сильны Только в 5 на 5 Вряд ли они будут сильны По карте По макроигре Скорее всего, будут здесь Минески как-то разводить Своего оппонента Будут стараться растягивать ВГ Юнити И не давать им Шанса собраться в пятером И навязать хороший 5 на 5 файт Ну, лично как я бы стал делать Шэдоу Демона, в свою очередь Забирает Минески Довольно сильный персонаж Опять же В этой мете Хорош он Также и против Дарк Сира Может он сбивать Серж Который он будет кастовать На любого Из союзных персонажей Опять же, сильно замедляет Дизрапшн Также мы знаем Очень хороший спелл Которым можно Создавать иллюзии Со своего Агильного кэри Ну, и эти иллюзии Направлять на ТВРа И, собственно, ТВРа Будут падать Ну, и в плане кэри героя Неплохо смотрится какая-то луна Я так подозреваю Потому что Не хотелось бы брать морфа Мы видели, что происходит С пиком морфа Если в фражеской команде Варлок Все-таки Весьма неприятный персонаж Это Для команды получается То есть, если ты попадаешь Вместе с командой Под Ватал Баунс На своем Морфлинге Будет очень больно Твоей команде Вот Если тебя начинают избивать Поэтому, может быть Не самая лучшая идея Брать конкретно морфа В этой ситуации Берут Ты знаешь Все-таки морф тоже Очень хороший персонаж И против героев ВГ Юнити Все-таки его цеплять Абсолютно нечем Вообще Ноль станов у них И как они этого морфа Обловили Я себе не представляю Но Мирана Скорее Более агрессивный вариант Такого Кор-героя Который Опять же Очень хорошо работает В паре с Шэдоу Демоном Я бы не спешил Говорить, что это Мирана Кор-герой Я подозреваю Что это вполне может быть И саппорт позиция Ну да, тем более Опять же Мирана Такое более Ну как сказать Более Ну Разносторонний пик То есть ее можно Опять же На разные линии Поставить И будет профит Тут уже все зависит От Минески На какую линию Они ее поставят Но я опять же Я бы тут ее ставил На кор-роль Поскольку Действительно У ВГ Юнити Ноль станов И как они Будут ловить Персонажа такого типа Как вот Мирана Квин оф Пейнт Антимаг Ну у которых есть Эскейп и блинки Я вообще Не понимаю Ну Пак тот же Да, если Минески вдруг Захотят поставить Мирану На четвертую позицию И поставить Пака в мид То опять же Пака вообще Убивать нечем Нага Сайрон Появляется у нас У Минески Вполне вероятно Что это будет Бэтрайдер Против Дарксира И Баунти Хантера На легкой Триплой Пойдут у нас В сложную Минески И Какой-нибудь Джиггернаут Мид Опять же Ему там Сделать очень Очень сложно Что-либо Он покупает Себе Пурман Шилд При помощи Крутилки Забирает Крипов Уходит В лес Там если что Стакает Потом приходит С крутилки Эти стаки Фармит Довольно Устойчивый Герой Опять же За счет Хилинг Варда Ну Мне пока Пик Минески Нравится Единственное Что Мне не нравится В их пике Это Ограниченный Дэмэдж На ранней Стадии Игры Если же У ВГ Юнити Получится Как-то Выиграть Эрли Гейм Пропушить Много Товеров Они Имеют Все шансы На победу Но Опять же Если Минески Удастся Затянуть игру И Нага Себе Купит Радианс Тревела Не знаю Манту Актарин То Я не вижу Пока Как ВГ Юнити Вообще Справится С этой Нагой Потому что Иллюзий Им Убивать Вообще Нечем Ну Просто Нечем Единственный Герой Который Еще Более Менее Против Иллюзий Этих Работает Это Инвокер Ликантроп У нас Появляется Да И не Прибавляет Это Совершенно Никак Контроля Команде ВГ Это Может Стать Огромной Проблемой Потому что И правда Ну просто Неуловимые Персонажи Будут Для них Пойди Джиггернаута Убей Пойди Кого Общий Либо Убей Ну что Демон Разве Что Какая-то Более Менее Сладкая Булочка А так Все остальные Ну просто Неуловимые Бэтрайдера Ты можешь Не догнать Банально Без контроля Он будет Мансить Через Варфлай Нага Сирену Тоже Сложно Будет Уловить На сеточку Даст Просто Унесет Ноги Или Ног у нее Нет Ну в общем Хвостом Увеляет Да банально ТП Аут Можно Делать От героев ВГ Юнити Да Конечно Можно Сбить Вакуумом И Сюрикеном И Ультимейтом Варлоком Опять же Такие Сполы Которые Достаточно Большого Кулдауна И Бывает Далеко Не Всегда В этой Связи К тебе Вопрос Не Было Бо Логичнее Играть Варл Инвокера Через Квас Векс Чтобы Прибавить Немного В контроле То есть Добавить Себе Метеор Какой Нибудь Условный Это все Так Или Иначе Контроль Торнадо Да Торнадо Торнадо Плюс Колснеп Будет Посерьезнее В общем По моему Как тебе Такая Идея Ну Идея В целом Неплохая С учетом Того Что ВГ И Юнити Как раз Таки Хотят Пушить Хотя Опять же Если Они Хотят Пушить Ну Скорее С Да Нужны Форжи Поскольку Опять же Форжи Под Хаулем Ликантропа Очень Серьезное Подспорье Такие Дела Да Да Правда Поэтому Тут Есть Очень Большие Сомнения Что Мы Видим В экс Вой Инвокера Я Все Это Замечательно Смотрится Но Будут Надеяться Тогда На Два Стана Плюс Вакуум Все В принципе Ну Шурикентос Может сбивать ТП Кстати Тоже Немаловажный Момент Потому что Не все Так Конечно Радужно Для команды Минески Можно Сбить ТП Шурикентос Можно Сбить ТП Вакуум Может Сбить ТП Колд Снеп И Можно Сбить ТП Ультимейтом Варлока В принципе Ты знаешь Так Посмотрел Вроде Мы говорим Что Особо Станов Немного А Сбивать ТП Есть Чем Так Что Ну Сбивать ТП Есть Чем Но Опять же Такие Сплы Которые Обычно Юзают В начале Драки Если Удается Откатить Обычно Остается Какой Ни Сюрикен Который Опять Баунти Хантер Может Дать По Одному Герою А У Минески Очень Трек не работает Окей Я его не буду Брать в расчет Даже Бэтрайдер Также Замедляет Всех Расталкивает Шэдоу Демон Ну Как бы Все герои Минески Могут друг друга Поддержать В принципе И засейвить Тут кстати Интересный Смоук У нас От Дайер Команды Минески Замечают Они Ликантропа Но Как-то Долго Очень Джуз Думал Отличная Стрела Но Не попадает Все таки Успевает Ликантропа Треагирует Чуть Вправо Уходит Ну Неправильно Минески Своих героев Расположили Нужно было Шэдоу Демона Вперед Отправлять Так Обычно Делают Когда Идут Да Они В принципе Так И делали Просто Он В какой-то Момент Основен Он Шел Влево Да Что-то Ушел Подумал Постоял В итоге Ликантропа Воспалил И Смог Тут Немножечко Обломался Но Опять же Кстати Смотри Меркл Остается На нижней руне Ну Ты и говорил Они пойдут Сложные Не У него Закуп В мид Смотри У него Пурман Шилд Два Танга Запуни Все-таки Пойдет В мид Это Трипла С Джаггернал Все равно Трипла В сложную Сам факт Остается Фактом Давай Разберемся Кто на ком Будет играть Ахфу На этот раз Сыграет На Варлоке У ВГ Юнити Кангаро Сыграет У нас На Дарксире Икснова Сыграет На Баунти Хантере Ахджит Сыграет На Легантропе И Нано Сыграет На Инвокере Да и в свою очередь Команда Минески Рейджинг Потейта Играет На Джаггернауте Меракл Нага Сирена НБ Играет У нас На Миране РР Бэтрайдер И Джулс Шэдоу Демон Да Ну и поглядим Как тут будет Счувствовать Против Инвокера Экзортный Инвокер Векс еще Как-то может Наверное ее Поднапрячь А вот Экзорт Собственно будет стоять И смотреть Как Нага будет убивать Четырех Крипов из пачки С учетом того Что Меракл Просто Нереальный задрот Этого персонажа Ну вот мы видим Уже четырех Он добил Из первой Я думаю Так будет почти В каждой пачке Не испытывает Никаких проблем Здесь У нас Нага Ну и Три на три Наверное Тут самое интересное Три на два пока Потому что Баунти Хантер Еще на верхней линии Пытается гонять Бэтрайдера Дело это Не очень благодарное Учитывая что Бэтрайдера Ну весьма сложно Убить такими героями Опять же Отсутствие контроля По Бэтрайдеру Какого-либо Ты просто можешь Вот так вот кайтись Бегать Фаерфлайм Гореть на всех Еще и случайно Можно убить Баунти Хантера Который под пятью стаками Напалма Просто бегает И горит Это вообще конечно Был бы лол Если бы сейчас Баунти Хантер Умер Так он если бы подошел Буквально еще на секундочку На фаерфлайм И бы сгорел Слишком много стаков Да Не успел бы развернуться Даже Я согласен с тобой Ну тут Довольно неприятно Конечно Для Ликантропа На нижней линии Как он будет стоять Против этой жесткой Триплы Опять же Засейвить особо У Варлока Нечем Ликантропа От бёрст демеджа Есть у него конечно Хил Но Хил Как мы все знаем Он Хилит раз в секунду А не сразу Допустим Как у Омни Найта И на линии Он конечно В плане От Хараса Защищает Очень-очень круто Но если Много бёрст демеджа То Ликантроп Рискует погибнуть И не один раз На топ линии В очередной раз У нас взлетает РР Без проблем Он убивает всех крипов Опять же При помощи Фаерфлай Видим кстати Что с дабл демеджем Баунти Хантер Но не решается Он в этом моменте Напасть на Бэтрайдера Так вот вопрос Вот вопрос А что Баунти Хантер Продолжает делать На верхней линии Почему бы не попробовать Сместиться Не отдать больше опыта Панально своему тиммейту На Драксире Не забирать у него Опыт на линии Драксир получит Своё тут без проблем Бэтрайдер его вряд ли Будет убивать Учитывая что Атаковать по двумя Аншеллами Не очень приятно И по кулдауну Фаерфлай Будет себя спокойно Чувствовать Драксир Совершенно спокойно Баунти Хантеру Находиться на верхней линии На мой взгляд Совершенно Незачем В принципе Я тут даже не буду С тобой спорить Он вообще никак Не мешает Бэтрайдеру Смысла его нахождения Тут вообще Я тоже не вижу Нужно ему сместиться На нижнюю линию Или же в мид Возможно Чтобы напрягать Как-то Мераклая И не давать ему Фрифарминг Поскольку мы видим Что у него топовый Нетворц на карте Ой Крипстат простите На карте Но я думаю Что нетворц В принципе тоже топовый Да так и есть Добивая там крипов Обще без проблем Внизу Джигернаут Возвращает Юрия атакует Варлока Неслабо так просадил Ахфу Но Бескила здесь Все таки Не хватает контроля Какого-то Банально Ну нужна Стрела Мирана Нужен фоллоуап Тут Эрро куда-то попало Но видимо По крипу Да была попытка Выходить В центральной линии Ну тут Зря Зря На самом деле Мирана Сейчас оставила Своих тиммейтов Нужно как-то Сначала Подгнобить Наверное вот этот Дабл лейн Слабенький Который есть У ВГ юнити На нижней линии А потом уже Как-то дальше Идти По линиям По другим линиям Точнее И напрягать Опять же Миракл Не брал сетку На миде Незачем К нему ходить Ну да В идеале В принципе Какая-нибудь сетка Под стрелу Было бы неплохо Но учитывая Что так обычно Не делают То и не стоит Стрела полетела Хорошо блокирует Замещательно Просто блокирует Своими волками В ситуации Ликан И стрела Таким образом Не попадает В него Да Это хорошая Кстати вещь Против Такой комбинации Если ты качественно Все разыгрываешь То ты можешь Уклоняться От стрела Благодаря своим волкам Так смотрите Сейчас очередная Попытка От Мирана Будет Залепить Эрол Он она На на Отходит Довольно вовремя И собственно Катапульту У нас здесь Забирает Мирана Прилетел на нижнюю Линию Баунти Хантер И кстати Очень неплохо Нападает на Джиггернаут У Джаггера Правда Уже есть Фейсбуцы Уклоняется От Сенстрайка И вернее Сказать Сенстрайк Не попадает Ставит Хилингвард Его сразу же Разбивают Но при этом Урона не должно Хватать По Джиггернауту Рейджинг Потейту Отправляется На базу Наверное Все таки Нужно подхилиться Тут оставаться Нет смысла Легена нет Кстати Шедоу Демон Получает бодиблок Неплохой От Варлока Но продолжения нет Снова отсутствие Станов Сказывается На инициации Команды ВГ Юнити Какой-нибудь Контроль бы здесь И погибал Что один Что другой Смотри какой Джулс Хитрый сапок Пока его Кэрри ушел С линии Он уже Вовсю начинает Спамить Тут Шедоу Пойзоном Добивать крипов Кстати Вот по поводу Шедоу Пойзона Твое мнение Изменение Шедоу Пойзона Насколько Влияет На ситуацию Сейчас в игре И Будет ли это Влиять на Частоту Пикание Шедоу Демона В целом Это Конкретно Какое Ну Шедоу Демон Его изменения По поводу того Что порезали Дэмэдж Стартовый дэмэдж На Шедоу Пойзона Это вообще не важно Его Основная суть То что Он Когда набирает Пять стагов Просто разряжает Там 16-ти кратный Дэмэдж И Ну В этом Суть спала То есть То что Поменяли стартовый Дэмэдж Это Ну Разве что В Харасе Чуть послабее А так Суть спала Не меняет Ну пускай Пускай Хорошо На верхней линии Вард Такое Поставили у нас Минески Причем Совсем недавно Что у нас По уровням Давай посмотрим Мирана Пока немного Отстает Но с другой стороны Шеду Демон Держится здорово Мирана тоже Свою получит Рано или поздно Учитывая что Он может лес Подфармить стрелой Время от времени Шеду Демон Он с весьма Весьма хорошей Руной Инвиз У него Но при этом Он был замечен Да На Сентриварде Видит кстати Мирана сейчас Ликантропа В лесу Ликан тоже Интересное решение Предпринимает Он направляется В лес Покупает себе Талон И оставляет Одного Варлока На линии Ну этого Варлока Не будет Трудности убить Потому что Три героя На одного Обычно Это без шансов Да Солкетчер Мирана Также дают Старшторм Ну и делают Фердблат В этом моменте Минески Ну и собственно У нас погибает Кстати Здесь курьер Команда Минески Баунти Хантер Вовремя Подсуетился Да Причем убивает Вот в этой области Да Да Он Довольно Интересный Область Его убивает Ну и кстати Возвращаясь Шеду Пользом Я тут посчитал Ну собственно На первом левеле Он дамажит 20 Приблизительно А на последнем 40 Ну чистого Дамажа То есть Разница в 20 За Ну За 1 Шеду Пользом Это не так уж и много Я считаю Но все таки Герои стычки Даже больше наносит Чем 20 Ну да В определенных моментах Это конечно Может решить Но Вряд ли Повлияет на исход игры Ну и собственно Баланс героя тоже Мне кажется Что это правильно То что даже понизили Потому что Ну спейлсов Слишком сильный Был на ранних Вовнах Ну да Балансировать пытаются Ну в общем-то Самое главное Что это герой Это не уничтожает Вот я о чем Хотел узнать То что он Все равно Будет пикабельный И будет пикабельный Причем в первой стадии Скорее всего Как мы это зачастую Видим Хотя в Китае Сегодня я наблюдал Пару игр Где его вообще Игнорировали То есть китайцы Не то чтобы не любят Наверное Этого героя Но не все По крайней мере Вообще обращают На него внимание Ну просто он В некоторых ситуациях Довольно пассивный И опять же Довольно уязвимый В том плане Что если есть Герои с контролем У нас тут нападение У меня немножечко Подлагивает сервера Но ничего страшного У нас видно Да-да На инвокера У нас нападение У трех персонажей Минески Делают они Второй фраг Неплохой Самое забавное Что на этот раз Мирана даже не пыталась Давать стрелу Потому что тоже Этот товарищ Ровно как и Ликантроп Может стрелы Забирать На своих Само Да-да-да Тут волками Этот форжами И Мирана просто Плюнула на все И прыгнула вперед На литве Кстати тоже Джагернад кстати Пострадал На нижней линии Пока убивали Инвокера И кстати Джуз Тоже здесь может погибнуть Дарксир Должен его убивать Ну и Убьет Кенгуру Хорошо Кенгуру Хорошо Сразу же Делает тп аут Ну а че Он же кенгуру Кстати Нападение от Бэтрайдера На Варлока Ну и Ахфу Должен собственно Уже Свой ник Цитировать Против оппонента Кстати хорошая тоже Комбинация Которую мы мало говорили Вообще не говорили Но она есть Это Эйншелл на волков Да Да действительно Это Жесть какой обуз Если мало Сентри Будет у Минески Они могут в какой-то момент От этого очень жестко Пострадать На самом деле У них герои Довольно Тонкие На ранней стадии игры И Но это нужно активно Обузить команде ВГ Юнити Я не уверен пока Что они знают О наличии Такой комбинации Они как-то Не особо активно Используют Только что мы видели На нижней линии Только что на нижней линии Под Т2 бегали Волки Под Таймшелл Я чуть не обратил внимания Честно говоря Ну мой Я как раз поэтому И вспомнил Потому что я это увидел Если честно Я понял Мой ФЛ Да я не обратил внимания Тут тоже По разным частям Карты клацкую Ну Мидас появляется В неплохом тайминге В принципе Учитывая Что линия не самая простая Была у Инвокера Появился у него Мидас На десятой Довольно нормально У Битрайдера Даггер Вот что Очень важно То что вот эта линия Еще раз можно вернуться К нашему Диалогу По поводу верхней линии И стояние на ней Нахождение Баунти Хантера Это Провал не иначе Потому что Битрайдер Вопреки всему Уже имеет у нас Блинк Даггер Виндлейс Имеет Рингвил Буцы И что ты будешь С ним делать сейчас Он просто Мега инвокер Да и почти Десятый левел Это тоже очень важно На самом деле Он топовый левел На карте Как инвокер И то С учетом того Что инвокер Уже заюзал Мидас А Битрайдер Никаких Мидас Не юзал Он просто Продолжит Сейчас фармить Лес Видим что Волк Тут бегали Под щитами Очень жестко Доставался Битрайдеру Он уже запаниковал Нажал Дас Но оказалось что Всего лишь волчата Забачок Укусают Ну Дарксир С Меккой Тоже весьма неплохо 12 минуты игры Идет И Дарксир Свой артефакт Приобретает Стартовый И Контроп Лоцелен на Владмир Судя по всему Именно этот Айтем Купать Ну да Мастхеф Все таки Для этого персонажа У Мираны в целом Тоже все неплохо Она Тихонечку Купила себе Аркейн Тапки Вот По поводу Перемещения по карте Был использован Ультимейт Мираны Сейчас И попытка будет Поймать в вражеском лесу Кого Либо Инвокер Мне кажется Учуял Что-то неладное И Да Скорее всего Видели какого-то Персонажа на линии Поняли что Ультмирана Лучше отойти И собственно Отходит у нас Все игроки Командовые ВГ-юнити Которые могли пострадать И Минески Здесь просто Ультимейт Мы потратили Ничего не сделав Ну и Баунти Хантер Будет ли найден Есть еще Даст У Бэтрайдера Тут вышка очень битая Вышка очень битая В центре Поэтому нужно Проложать активность Команды Минески Даст пошел Но не попадает Они уже два Даст А заюзали Бэтрайдер также Заюзал Даст Перед Шедо Демоном Миракл Не рискнул Забрать Тауэр Также ультимейт Получает у нас Инвокер Тут главное не заиграться Команде ВГ Юнити Они Шедо Демона пытаются Убить Не попадает Сенстрайк Увы Стрела тоже не попадает Но добивает Баунти Хантер Шедо Демона Шурикен Тосом Все это было под треком Хороший килл для команды ВГ Юнити Любой килл под треком Он хороший Определенно Команде ВГ Юнити Команде ВГ Юнити Брат 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 На нижней линии Мог бы заспить сейчас Кого-либо Но пока попадается Только Варлок На Варлока атакуют Будет ли продолжение Стрела нужна Лип плюс стрела Возможно Сетка уже пошла Стрелы нет Но Варлок Так или иначе Погибает И параллельно Бэтрайдер Поймал еще Инвокера Лосо его тоже убивает Минус 2 Дядка Ну да Очень хорошо В этом моменте Сыграла Джулс На Шедо Демоне Он подошел Дал Дас По инфе Своего тиммейта Обнаружили Собственно Инвокера И сразу же его Цепанули И убили 4-6 Становится Счет в пользу Минески Зарабатывают они В этом моменте Около 800 золота Также потеряли 500 еще В Г Юнити Ну и Меракл Видимо уже 3 500 На 15 минуте Скоро у него Уже появится Релик Ну а После Релика Думаю Радик будет Буквально В течении 1 и 2 минут Да Причем Бэтрайдера Уже 2000 После покупки Тагера На 10 Ну на 10 Ну на 10 Ну что ладно Может так говорить И посмотрим Да уже Форстат Сейчас будет Все отлично Пока идет Для команды Минески У меня до сих пор Открыт Крипстат И кстати 150 крипов Прошу заметить Убила Нага 150 15 минут Шикарно Шикарно Меракл Исполняет Безусловно Не зря ее банят Не зря Этого героя Против него банят Да Против него Ее боятся Как огня Потому что Герой Реально Бесячий Ты против нее Просто задалбываешься Играть Она как только Покупает Радианс Она начинает Формить Твой лес Свой лес Две линии Просто Все иллюзии Всю игру Начинает бегать Тебя бесить Они потом еще Очень сильные Одна иллюзия На тебя бежит С Радиком Он просто нажимает Рептайт И она тебя чуть ли не убивает Ты просто красный На базу убегаешь Хороший выход Информация У Леконтропа Наверное В этом плане Даже есть преимущество Потому что Он может До Аегиса Не нажимать Ультимейт Просто с волками Как-то подраться Завязать Хауль Там развести На определенные Ресурсы Своего оппонента А потом уже Собственно В волке Начать всех добивать А инвокер Ну не знаю Тут он Ну ничем бы ему Аегиса Собственно не помог Да или контропа Честно говоря Опять же Не поможет Мне кажется Потому что Форму Нажимать После Аегиса Как-то глупо А если нажмешь До Аегиса То Опять же Если тебя убьют В форме То Собственно Оставят и второй раз Скорее всего Да У Наги Появляется Радиенс Ключевые артефакты Вообще появляются В этой игре У нас даггер У инвокера Интересное решение Интересный выбор Именно в таком плане Ну и Действительно Радиенс у Наги Ну блин На 18 минуте Да Травела И радиенс Это нереально много Сейчас в АГ Юнити Просто обязаны Идти по миду И как-то Пытаться Навязывать Хороший тимфайт В свою пользу Пытаться ломать здание Потому что Если Нага сейчас Посполитпуш Еще хотя бы минут 10 У нее появится Три артефакта И там уже Можно будет Вливать В команде В АГ Юнити Да Но пока В АГ Юнити Собирает Т2 вышку И причем Собирают ее Практически без боя Немного постарал Ликантроп Но это все Не важно Учитывая что у него Оега Но параллельно Джиггернаут Сплетит Т2 вышку На верхней линии Прилетает защищаться Дарксир Он в принципе В одиночку Скорее всего Отгонит Ну смотри на мид Смотри на мид Иллюзия На Аги бежит Это просто иллюзия Пока еще только С Райдиком И с Траволами Кстати Гем Также У нас Приобретает РР Которая отдает Его сразу Мераклу И Меракл Собственно При помощи иллюзии Также будет сейчас Там просто Одна иллюзия Короче Выгоняет Варлока И Баунти Хантера Просто до базы Да 90 хитпоинтов Остается у БХ У Варлока Чуточку поболее Но он ухилился Беда Беда печаль Так слушай Тут еще кстати Важный момент По поводу геймплея В этой игре На Джаггернауте Например То что Джаггернаут Очень опасается Когда ему есть чем Сбивать ТП В Блейдфьюри В этой ситуации В ЭГ Юнити Такой возможности Особо нет Поэтому Он играть будет Очень агрессивно Это большой плюс На игре с Джаггернаута Я просто сам тоже Недавно поиграл И Резоля послушал Тоже это очень важный вывод Который я сделал То что когда ты играешь В против команды У которой нет контроля По Блейдфьюри Ты можешь делать активно Пуш Тавара И Блейдфьюри ТП Аут Это очень важно То есть в любой другой ситуации Ты чуть больше попадаешь Да это бесспорно У нас кстати тут Смоук Выход от ВГ Юнити Бетрайдер находит всех На хосте Сразу же делает Блинкаут Ну и судя по всему ВГ в этом моменте Немного обломаются Хотя наверное пойдут Просто на хайграунд Ну кстати по поводу сбивания Может Варлок это делать Ну так себе короче Идея Не знаю Не ну как он может Если уже будет глубокий лейд Это будет действительно важно Убить Джиггернаут Да 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 Но это вот До этой стадии Это будет очень Неловко делать Ну да кстати Джиггернаут тоже у нас Неплохо начинает разгоняться За фармом Очень много стаков Феншинтов сейчас Хотя в это время На миде Но пока уже Т3 Тавер На центральной линии Реально больше половины Снесли Ультимейт Варлока Хорошая стяжка Стенка Как же больно Команде Минески Продолжается погоня От команды в Гаюнити Байбек Адмирана моментальный Это просто невероятная связка Получилась Они забирают еще и Т3 вышку Приходит Джиггернаут Получает трек Крутится туда-сюда Но пока Без вариантов Для команды Минески А вот и Меракл А вот и Меракл Вот он начинает резать Одного за другим Погибает уже Инвокер Здорово Ребята Погибает у нас Инвокер Баунти Хантер Также Ликантроп Ликанда горит Да И параллельно Забирает еще и Варлока Ну что ж Подошло Основное орудие Команды Минески Сетку сразу же после ульты Получает Ликантроп И стрелу туда же Ликана нельзя было Отпускать Но Не самым лучшим образом Будем честны Распределили свои скиллы И косты Минески Все-таки Согласен Меракл Немножечко поспешил В этом моменте Все-таки Есть анимация Коста У Ликантропа Ты можешь С сеткой Немножко подождать Но тут он Не стал рисковать Как-то Наверное Миранию Возможно Тоже стоило Чуть-чуть подальше Отойти Чтобы стрелу Запустить на Больше дизейбл Ради большего Дизейбла Но В любом случае Здесь все Очень-очень Хорошо прошло Для команды Минески Они подрались Считает Три В один При этом Еще выбили Да Замечательный Даггер появляется В Джиггернаут Просто невероятное Количество Артефактов По поводу Еще того Что Бтрайдера У нас там Где-то Гем был Видимо Он его Подарил А нет Гем просто Да У нас же Наги 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 Дали Да И поехали С илюзами Замечательно Да Конечно Че еще Дело Естественно На Это самое Хантера И Нага Сирена Добивает Его Был использован Ультимейт Бэтрайдера Сопотратили Здесь Минески Но Кулдаун Не столь Бабвелик Чтобы Не давать Его сейчас В этой ситуации Тем более Это позволит Спокойно Забирать Т2 Вышку Трэков Трэков Не будет 15 секунд Тут Тут Уже Очевидное Преимущество На стороне Минески Все таки Жесткий Аутфарм За ними Мы видим Больше 5000 Хотя Нет Это еще Не жесткий Аутфарм Всего Где-то 7500 Сейчас Будет Преимущество На стороне Команды Команды Минески Но В любом Случае У Наги Уже Очень Много Артефактов Мы видим Появилась Яша После Радика И Уже Почти 4000 Золота Сейчас Может Себе Мерикл Просто Купить Золбустер Или Целиком Манту Все Зависит От Его Решений От Его Выбора Ну А ВГ Юнити Собирается В пятером Понимает Что У них Уже Шансов Очень Очень Мало Остается В этой Игре Нужно Им Ити По Миду Как-то Навязывать Тимфайт И Если Они Этот Тимфайт Собственно Проиграют Мне кажется Стоит Писать Гудгейм Поскольку Шансов Почти Не Остается Все-таки Нагу Уже Себе Купит Сейчас Еще Один Артефакт Джаггернаут Мы Видимо Уже Купил Себе Даггера И Также В скором Времени Купит Себе Манту Да Остается Всего Лишь Свиток Так Бэтрайд Рутил У нас По Варлоку Попытаются Убить его До ультимейта Но он успевает Сбросить Големов На голову Команде Минески Джаггернат Разлетился Пока Урона Недостаточно Чтобы убить Даже Варлока И все Распекаются Ломаки Ломаки Бараки Упали Да Неплохо Сыграно Командой Вг Юнити Они толком Никого Не потеряли Ну да Убили Варлока Но Это Незначительно Забрали Милишный Барак На миде Но Вот тут Вопрос В другом А хватит Ли Этого Команде Вг Юнити Поймали Поймали Инвокера Замечательно Используют Свои Косты Ультимейт Наги Был Отключен В тот момент Когда стрела Попадала Уже Да Покупайте Ракель Кликом Тебе Меракл Октарин Кор Видим Что не хватает Ему Всего 50 золота Он забирает Маленького Дракончика Вот он Октарин Ну и с Октарином Сейчас начнется Просто Полный Полный Ад Для Команды Вг Юнити Иллюзии Будут повсюду Будут везде Даже вот эта Линия Которая На миде Казалось бы Запушена Да Точнее Должна всегда Пушиться Поскольку Нет милишного Барака Она будет Всегда Под базой Вг Юнити Ну только Если они Сами не начнут Ее пушить Да и чем дальше Тем хуже Все это смотрится Для команды Вг Юнити Безусловно Да Одной линии Им Недостаточно Это 100% Им нужно идти Дальше пушить Нужно ломать Сейчас Т2 На какой-либо Из линий И уже После этого Ломать Хайграунд Опять же Навязывать Какой-то Тимфайт Им нельзя Сейчас Играть Безинициативно Если они Продолжат Просто фармить Крипов То через 10 минут Это все Закончится 100% В пользу Наги Да Против Наги Игры играть Не стоит Ветрайдер Прыгает На Дарксира Вытаскивает Его Джиггернаут Ультит Ветрайдер Сетап этот Килл Для своего Тиммейта Это минус Дарксир Отлично Сыграл Нага Нага На топе Нападает На Инвокера Ну вот Меракл Конечно Чуть пожаднич Много плюсиков Покачал Мне кажется Стоило бы ему Покачал Меракл Не улетает Смогут ли убить Меракл Хватит ли урона Да Хватит Меракл Убивает На нижней линии Пока параллельно Джиггернаут И компания Кушат Тетритавр Мешал бы сюда Быстрее бежать Командир В Гюнити Вряд ли Еще не тот барак Бьют Кстати Можно было бы Видеть Наверное Все таки Ренжевой Стоило бы Не факт Что Добьют Здесь Минес Милишный барак Все таки У них Нага Мертва Нага Основной Персонаж Реджик Потета Пытается Убивать Убивает Баунти Хантера Но здесь Теряет Скорее всего Аегис Мирана Прыгает На Ахджита Который Играет На Ликонтропе Ну и что же Убьет Мирана Что ли Саппорт Ликонтропа Нет Не убивает Уходит Защищает Всеми силами Милишный барак Но все таки Он упал Да Не зря Получается Минески Били именно Этот барак И своего Добились Хотя Казалось Что Шансов Не так уж Много Учитывая Что 5 героев Были живы У команды Честно говоря Наглость Какая-то С их стороны Да Четвером Всего Они живые Нага Мертва Тем более И так долго Еще Рисаться И Все равно Минески И тут Реализуют Аеги Забирают Барак Браво Очень Хладнокровно Да Хладнокровно Весьма Хладнокровно 4 тысячи Золота У Джаггернаута Какой дальнейший Будет артефакт Для него Посмотрим Да Наверное Скади Либо Баттерфля Либо же Эбисол Тут Все Зависит Опять же От предпочтений Рейджи Патэта Но я бы Наверное Выбрал Все-таки Баттерфля Поскольку И Голем Варлока Или Контроп И Инвокер С фаржами Это основной Урон Джаггернауту Есть чему Вернуться От спилов Собственно И урона много даст И урона много даст Иллюзиям Опять же Которая снимает С него Шэдоу Демон То есть Много плюсов Посмотрим С другой стороны Против Ликана Обычно неплохо Заходит Эбисол Тут самый Посмотрим Ну да Да Тоже Контроль Очень-очень Хорошо Поскольку У меня Только вопрос Последовательности Сборки Этих артефакторов Ну да Естественно Так Бэтрайдер Руну Инвиза Нашел И сейчас Может обнаружить Ликантропа И он Цепляет его В ультимейт Таскивает На возвышенность Ликан отсюда Никуда не денется Вообще Никуда В такой ситуации Мне кажется Ему стоит Лучше делать ТП-Аут Чтобы Бэтрайдер Его скинул С горки А Он имел бы Возможность Хоть как-то Бежать При помощи Ультимейта Я уже видел Просто Такие ситуации Где Тут добивает Кстати Рейджинг Потейта Безозрения Совести Рейджовый барак Кстати Покупает себе Баттерфляй Следующим артефактом Направляет уже Манту На Тауэр На Миде Гем Параллельно Поймали Баунти Хантера Гем Гем валяется Просто на земле Обе команды Никак не реагируют На это Где-где-где-где Юзис Какая-то шмотка Где гем-то? Я помигал А Вижу Вижу Я просто Не пил внимания Окей Хорошо Продолжается пуш Команды Минески Нет Ликантропов Живых 15 секунд Еще нужно подождать Но в принципе Есть ультимейт Увар Накочи 4 секунды Некогда ждать Лёх Тут мы видим Иллюзии Просто дробят Строение Команды Радиент За считанные секунды Инвокер Вынужден Просто даже Сплы на них Юзис Смотри Как больно А тут очередной Как бы Дизрапшн От Шэдоу Демона Который уже На 4 вкач Ну и иллюзии Очередной Джаггернаута Подходит Ломает Милишный Барак Остается уже 500 хп Ну и надо Доламывать Определенно Нужно доламывать Эти бараки Команды Минески Ну Нага использует Тиммейт Это просто Рофл Нага сейчас Заслипала Всю команду А в это время Иллюзии Джаггернаута Которые были Сознаны Дизрапшну Просто Разломали Милишный Барак Ну и без потери И без драки Что важно Уходят Отсюда Минески И собственно Сломали Милишный Барак Почти рейнджовый Сломали Мы видим 50 хп осталось Да Замечательную позицию Использовала Нага Слип Это была возможность Правда Ломать Барак То есть Все было сделано Очень четко Да Цель они свою Выполнили Ну и пойдут Скорее всего На третью линию Не вижу смысла Дальше Игру затягивать Открываем графики Видим преимущество Больше 15 тысяч Ну и думаю Сами Минески Это прекрасно понимают Дюггернаут Спокойненько Заходит на мидл Даламы 2 раки Также лассо У нас здесь От бетраэдра Отличный ультимейт От варлока Стяжка Стенка Ну и пока Никто не умирает Все Все способности Практически были потрачены Командой в Эг-юнити При этом никто Вообще не погиб Из команды Минески Ультимейт От нагии И можно убивать Варлока Спокойно Стрела пролетает И попадает прямо В Терксира Замечательно комбинирует Вновь команда Минески Хороший прокаст от инвокера Но урона все еще Недостаточно Что-то демона добьет Все-таки Ликантроп И прокруточка Джиггернаута Инвокер Торнадо Пока инвокер живет И выживает Никаких шансов Посмотри На хп бары Команды Минески Ну даже Не на Саппортов На кор героев Конкретно Нага и Джиггернаут Вообще Их дамажит Голем Варлаков Который сейчас вбьет И реально пополху Пояснял Что Наги Что Джиггернаут Добивает Джиггернаута Особо не дамажен Ты сейчас тоже Смотрит Что творит Меракл Вообще Наглец Жуткий Он слип Может конечно Заюз Улететь отсюда Он так и должен Делать Я вообще не понимаю Он разводит Типы Они думают Что это иллюзия Или что Что это за рофл Просто Меракл Заходит Убивает сначала Одного Игрока команды ВГ инвокер Также может пострадать Наверное Слип тут нужно будет рожать Да Это Меракл Наги Друзья Не иначе Вот то что В принципе Многие команды боятся Чего не хотят видеть В игре против себя Это вот такого Меракл Наги Который будет бегать С этих четырех героев И убивать Вашу команду Еще при этом Неприятная штука Конечно Да Это какой то Вообще прикол Я так понял Он начал Уводить иллюзию В другую сторону Одну А тремя другими Просто пошел в другую Они подумали Что мол настоящий герой Ну у него же мало жизни Он должен убегать Но не тут то было Меракл Просто на Сорока процентах ХП Идет в четырех Вражеских героев Еще и убивает И прогоняет на фонтан На вражеской байке Ну просто вол Восхитительная игра Конечно От этого игрока В данном матче Не устаем мы поражаться Ну и Пока что еще игра продолжается 10-20 Четвертая минута игры Джиггернаут силиконтропом Выходит из таверны Джиггернаут Кстати себе Прикупил Прикупил Также Майлстром Не совсем понятно Зачем Ну тут уже Честно говоря Минески Больше развлекаются Мне кажется Чем играют Сдается мне Что и правда Само решение Вообще Никакого значения Уже не имеет Что бы ты тут Не купил Это станет Хорошим дополнением Хоть трапиру Купит И ее выкинет Мне кажется Все равно Это никак не спасет Команду Вага Юнити Ну помогать Все равно не стоит Врагам Ну это очевидно Конечно Но я имею ввиду Что настолько уже Загнаны в угол ВГ Что Никакой Item choice Им не поможет Ну хорошо Смотри Появляется Бэбэк у Наги Я вот думал Что возможно Какая-то нереальная драка Сейчас в исполнении Команды ВГ Юнити Там все Круто вкастуют И возможно Что-то получится Вообще Учитывая Что ты Не сможешь При этом Скорее всего Ничего сломать Даже Потому что Бэбэк есть у оппонента Это все вряд ли будет работать Ну и правда Слабо поковериться Т2 стоят Им если ломать То только трон Прям ломится Через мид Трон Бэтрайдер Иницирует Центре По Дарксиру Дарксиру Очень больно Его добьют Скорее всего Дарксир погибает Параллельно Нага Работает на базе Врага уже Она под Т4 Баунтихантер Должен догореть Да Миракл Убивает его Ну и что нужно делать В этой ситуации Да ничего По сути Нечего Уже Уже поздно Что-либо делать Делать нужно было Раньше С пиком ВГ Юнити Опять же Тут ультимейт Костой У нас драка Жесткие лаги Но Никого не убивают Из команды Минески Ну и Меракл Впереди всех Можно ульт кастовать Меракл кастует Ультимейт Как сладко стоит Команда ВГ Юнити Стрела пролетает мимо На этот раз Не комбинировали Минески Ну они Очевидно решили Отойти Не стали рисковать Хотя бы Трайдер С фасо Прыгает на Аджита Ну и Инвокер дает Неплохой тоже Прокаст Но хорошо Все Клоняется Бэтрайдер у нас Поймала Мирана Тоже Немало урона Инвокер под Холлснепом Добивает ее Миконтроп Правда погиб В процессе И Меракл живой Меракл Подходит И сейчас будет больно Очень больно Инвокеру Инвокер тоже погибает Дарксир Я собственно Основную мысль Так и не сказал Тут Минески Могли вообще Собственно Не воевать Против оппонента А Просто Заводить Иллюзии На здание То есть Иллюзии Наги Плюс Иллюзии Джиггернаута И ломать здание То есть они В принципе В бесконтактном бою Могли победить Нисколечко И не напрягаясь А подрались Они уже Ну так Им в принципе Было все равно Они уже Заработали победу На этой карте Что собственно Они и доказали Буквально Десяти секундами ранее Да Замечательно Просто замечательно Сыграно И как ты предсказывал Как в принципе Думаю многие зрители Тоже предсказывали Команда ВГ Юнити Не смогла ничего Противоставить Минески Уже очень сильный Этот состав По сравнению С ВГ Юнити И Я не знаю Как проявит себя Этот коллектив На фоне других команд Из Юго-Восточной Азии Но вот в целом Сейчас по этой игре Они смотрятся неплохо То есть учитывая Что Меракл Прибавился Команде Шансы Неплохие Ворваться в топ Юго-Восточной Азии Да Я с тобой Тут полностью согласен Игрок Он и был Очень сильный Мы видим Он и остался Очень сильным игроком Он явно Пошел на пользу Здесь Минески Ну И пожелаем ему Удачи В следующих матчах Они уже Вышли Получается В полуфинал Кажется Венеров Все Квалификации На Д-Саммит 6 Да? Так и есть Да Ну что ж Друзья Для Юго-Восточной Азии Это на сегодня Последний матч Я думаю Я думаю Там еще параллельно И джот Игра В Китае У нас Поэтому Заходите На трансляцию Которая параллельно От друга Истарских На Beyond the Summit Тру Без двоечки Без двоечки То же самое Только без двоечки И там Вы можете Последить Китай И эту трансляцию Если она еще Не закончена Что вроде как Так и есть А мы с Блавой Будем прощаться С вами Завтра Начиная с Восьми утра По Киеву И Москве Регион Юго-Восточной Азии Будет освещаться Студией Старладера Уже со студии Конкретно нашей В Киеве Поэтому завтра С восьми утра И до самого вечера Нас ожидает День плотных Трансляций Очень много Доты Я надеюсь Что она будет Интересная И Не пропустите Да Мы вас там увидим Я думаю Пообщаемся Посмотрим За хорошими матчами Друзья Всем Хорошего Вечера Наверное Уже Потому что Он скоро Настанет Совсем Да И кстати Наверное Стоит напомнить Также зрителям Что в шесть По Москве У нас стартуют Кастить Каспер И Друг Да Нет-нет Каспер и Санлайт А Каспер Санлайт Точно Простите Я перепутал Каспер Санлайт Опять же Европейские квалификации Саммит шесть Присоединяйтесь Да Друзья Ну что ж Всем пока До новых встреч И услышимся Очень скоро И не забывайте Как Блау уже сказал Заходить на трансляцию Которая будет сегодня На первом канале Бьет за сами Днишние подчеркивания Ру Европы Там будет два Интересных матча Первый из них Это будет СНГ Дерби Поэтому Все новости В нашей группе Вконтакте Вк.ком Слэш Дот Слтв Всем Еще раз Пока Не расслабляйтесь Удачи Редактор субтитров